Я никогда в жизни так стыдно не было. Товарищ майор, меня не выгоняют? Вот тебе не пара, понимаешь, не пара. Если я хоть что-нибудь узнаю... Ну что? Увидишь! Что? Нацепь меня посадишь? Посажу. Слушай, ты кусок, тебе что, проблем мало? Тихо-то, не арея! Во-первых, кусок, это ты, я, правда, пока не понял, чего. Хотите встречаться, встречайтесь. Но запомни, за учёбу, как спрашивал, так и буду спрашивать. Понял? Возьмите. Спасибо, сынок. Постойте, а вы в каком звании будете? Капитан Рогалёв, первая танковая. А ты знаешь, почему американские солдаты никогда подвиг не совершат? Никак нет, а почему? Потому что у него в контракте ничего про подвиг не написано. Давайте, как у вас там это называется? Потусуйтесь, поколбаститесь, и в общем, можете пойти на озеро и пошурят. Нет, мам, пошуряться это другое. Ну и что ты собирался дать Сене за 150 рублей? Да было бы 150 рублей, а что подарить найдётся. Цибуля, ты что? Не хрен, а пипец, ты пуля! За рождение. Спасибо. Это мне? Закончишь ты своё суворовство. Дальше что? В смысле? Только не говори, что будешь Родину защищать. Ну а если и так, то что? Диспозиция меняется. Проблемы теперь будут у всех. Парсен Михайлович, а что случилось? Проверка к нам едет. Министерская. Так, ну давай-ка ещё раз. Что это за комиссия, про которую я ничего не знаю? Из Министерства обороны. Однокашник мой позвонил, предупредил. Ясно. Но почему я про это ничего не слышал? Они были в Волгограде. Наблюдали там какие-то крупномасштабные учения. Волга-6. Да. Теперь возвращаются обратно. И хотят на сутки остановиться в нашем городе. Так вот, Валька сказал. Ну стопка, какой это Валька? Ну Валька, Валентин Иванович. Ну полковник из Министерства Однокашник. Сказал, что они хотят посетить, понимаете, посетить наш училищ. Так и пускай посещают. Может быть они на экскурсии. Валентин Вячеславович, какая экскурсия? Это как раз тот случай, когда надо читать между строк. Да ну по-моему это какая-то все-таки ерунда. Сначала присылают уведомления. Вот ты же знаешь, как это все происходит. Я-то знаю. А вдруг это такая проверка, когда уведомления присылают после? Это в смысле? Ну, сначала нагрянут, посмотрят. А потом бах, уведомления. Это не понравилось, это заменить. Это уволить нет. Ну, не знаю, не знаю. Когда, ты говоришь, они приезжают? По моим расчетам дня через три. Может раньше. Они уже в пути. Без сна на сердце, каждый день без сна. Весь мир живет твоим законам. На перегонки с ветром, впереди любовь, где-то там. Без сна на сердце, каждый день без сна. Потому что у нас все роли главные. Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А это? Вас что, папа с мамой не научили пуговицы пришивать? Вот Леваков. Все в порядке. Даже придраться не к чему. Молодец. Учитесь. А у вас, Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что? Весь крем ушел на правый ботинок. На левый не хватило. Товарищ полковник, у нас только что уборка территории была. Мы никак не успели. Макаров. Отлично. Вы что же, Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова так же будете отвечать генерал-полковнику? Я не понимаю. Как Суворовец может навести порядок на территории, если он не может навести порядок на себе? Товарищ майор, вы доводили до Суворовцев информацию о предстоящей проверке? Так точно. Отлично. Я вижу, они к ней хорошо подготовились. Значит так, через 10 минут я буду у вас в роте. И лично проверю внешний вид каждого. Товарищ майор, проконтролируйте. Есть. Взор. Смирно. Блин, какая муха его сегодня укусила? Специальная обыдочная муха из Министерства обороны. Товарищ майор, прапорщик Кантемиров по вашему приказанию прибыл. Ну, проходи, проходи. Неважные новости, Кантемиров. У перепечка твоего с отцом несчастье. А, что с ним? Давайте читай. Так, отец тяжело болен, требуется медицинская помощь, травма. Подпись главврача, я ничего не понимаю, какая травма. Ну, кроме того, что там написано, я тоже ничего не знаю. В общем, так, ты постарайся ему, ну, как-то мягко так сказать, объяснить. Есть. И срочно, конечно, его отправить надо домой, над ней. В общем, по обстановке действуй. Сделаю. Решите идти, товарищ генерал? Свободен. Есть. Печка, слушаю, у тебя правда, отец в больнице? Правда. А что с ним? Не знаю, травма какая-то. Ну, ты ладно, Печка, не переживай, может, там ничего серьезного. О, Печка, а ты куда намолился? Домой. Ха-ха, да, слыхали, Печка только что первый раз пошутила, да, кто-то где-то сдох. Отренитесь, вы оба, а. У него отец в больнице. Как? Что, серьезно? Таким не шутят. Перепечка, Степ, прости, мы не знали. А что с ним? Что-то серьезное? Да не знает он ничего. Чего вы вообще к нему пристали, а? Степ, может, помочь им? Так, что здесь за тусовка? Заняться нечем? Никак нет. Мы просто тут, это. Что мы просто тут? В расположении бардак, а они, мы просто тут. Ну-ка, шагом марш, прибираться. Ну что, Степан, собрался? Так точно. Ну, пойдем. Ничего себе! Куда они все? Прямо эвакуация какая-то. Перед выходными всегда так, товарищ прапорщик. Так, твой автобус во сколько отходит? Через полчаса в 16-20. Так, а следующего сколько? А следующий только завтра утром. Деревня твоя как называется? Денисовка. Так, иди к автобусу и жди меня там. Я скоро. Давай. Хорошо. Куда, куда, извините, извините. Извините, у нас в Суворове отец тяжело уволен. У него кто-то у нас сейчас? Отойдите, отойдите. Мне, пожалуйста, один до Дениса. Да подождите, я вам говорю, женщина. Не давайте без очереди. Станьте в очереди, пожалуйста. Не давайте без очереди. Спасибо. Совсем совесть потеряли. Люди вот два часа стоят в очереди. Женщины, дорогие мои, ну дай вам Бог здоровья. Дай вам Бог здоровья. Степан, все, на, вот, держи. Спасибо, товарищ прапорщик, только вы зря. Почему зря? Ты посмотри, сколько народу. Сегодня вы точно не уехали. Просто мы обычно билет не покупаем. Сразу с водителем рассчитываемся. Степан, ну, ты что, не мог мне сразу сказать? Ну, елки, а. Послушай, может быть, мне все-таки с тобой поехать, а? Товарищ прапорщик, я же не маленький. Тем более автобус прямо возле клуба останавливается, а я там рядом. Ну, ладно. Как доберешься, сразу позвони. Договорились? Так точно. Телефон-то у вас там найдется? Найдем. Ну, надо, давай. Удачи тебе. Спасибо, товарищ прапорщик. И не вешай нос. Все будет нормально. С площадки номер 4 отправляется автобус до раннейших ушей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И нечего прятать деньги за икону Они грязные, за них все берутся, ты их святое место Чего ты устаялась? Куда ты устаялась? О, Степка приехал! Сын приехал! Видала какой? Одни мышцы! Батя, а ты? Да, батя, батя, да! А что, у тебя другой есть? Чего? Давай мы си, на кровать сына встречать будем! Садись! Видишь как? С малкой мы! О! Убатка, будешь что-то? Да, пожалуйста! Приятного аппетита. Или как там сейчас по этикету? За последние 200 лет ничего не изменилось. Вам тоже приятного. Полиночка. Полина Сергеевна, если вас это затруднит. Полина Сергеевна, давно хотел вас спросить. Откуда вообще повелось, что нож должен быть в правой руке, а вилка с левой? В интернете посмотрите, там все есть. Но зачем же менять визуальное общение с красивым человеком на какую-то виртуальность? Сергей Викторович, вам знакома такая поговорка? Когда я ем, я глух и нем. Намек понял. Ой, извините, я случайно. Очень на это надеюсь. Это ж додуматься надо, а? Это ж мозгом вхватило. Шо ж ты этому доктору деньги за липовую телеграмму втюхал, да? О, опять деньги, деньги, деньги. Сын приехал, радуйся, дура. Бать, ну действительно, я испугался, думаю, что с тобой? Да что с ним сделаете-то, его дустом не вытравишь. О, сынок, вот так вот мы с мамкой. Тридцать лет, душа в душу. О, то она мне в душу, то я ей. Идеальный брак. Бать, ну если узнает, знаешь, что мне будет? А кто узнает, мы не скажем. Ах, ты аферист, ты драный. Ты знаешь, что за подделку документов бывает? Вас с твоим доктором посадят. У тебя своих мозгов нет, так хоть бы с женой посоветовался. Сынок, убери от меня этого прокурора, а то я сейчас ей отставку быстро сделаю. Ты мне можешь ответить, ты зачем это сделал? Объясняю тебе еще раз. Да, у Петрушиных свадьба. И что? И вот и что. Сыбины придут, у них дочка, видите ли, в колледже учится. У Седачевых вообще внук в Англии, в университете на филателлическом. Ой, гордые ходят. А мы что, лысые что ли? Так ты что ж, ступень, ты сына из Суворовского выдернул, чтоб перед людями похвастаться. Есть мазью твоей мать или сынок, есть. Я думал, все, там одни опарыши. Чего ты сидишь как на похоронах? Ты чего, не рад, что ты с мамкой, с папкой встретился, да? Чего тебе три дня гулять? Пап, мне училище позвонить надо. И что, я скажу, что ты жив-здоров? А там чего, расстроятся, когда узнают, что я жив-здоров? Ну, не думаю, что ты... А ты соври. Скажи, что я одной ногой в могиле. Голоса в нем не глядели. Пап, я не могу врать. Как? А как ты дальше жить собираешься? Ладно, скажешь потом, что я выздоровел. Я не могу. Так, все, собирайся. Куда? Куда, куда, на почту. Сейчас я переоденусь. Я тебе переоденусь. Так пойдешь. Слева, слева. Раз, два, три. Слева, молодец. Слева, скажи, что я на побывку пришел. Лучший. Всех победил. Всех. Лично генерал. О, отписывай ты на меня. Сейчас пойдем со мной. Ближе ко мне. За мной зайди. Иди за мной. Рядом там будет. Опа. Доброго дороги. Привет. Вам будет. Здорово, Васильевна. Чего, сидим? Мух кормим, да? Привет, Николай. Я гляжу, ты уже с утра глаз где-то прополоскал. О, у меня повод есть. Ко мне сын приехал. Где он? А, вот. Смотри. О, Степка. Здравствуйте. Боже, какой красавец стал. А что, есть кого? Суворовской-то эти не хухры-мухры. А быковой не возьмут. О, сто человек на место. Сто. О, стыц. Вот Степка поступил. Вот блатные провалились. А Степка поступил, потому что с детства головой занимались. О, другие на палках драться. И я ему раз задачку. Вот жалко, Тонька убежала. А то бы полюбовалась. Тонька твоя. Пусть еще ПТУшниками любуются. А нам некогда. Сделай мне три минуты с городом. И с генералом буду разговаривать. С генералом? Да. Беспокоиться? Как Степка доехал. Все-таки лучший ученик. Элита. Па. Цель-цель сказал. Давай. Па. Что? Что? Па, что? А, давай. Какой номер? Так а чего я скажу? Я буду говорить. А какой номер? Пап, так ты же вроде того. Ты не учи, как-то. Давай. Какой у нас? Давай, набирай сам. Давай. Да, прапорщик. Кончимеров слушает. Алло. Товарищ прапорщик. Перепечка добрался. Все нормально. Это дядя его говорит. Нет, он сам не может подойти. Он рядом с отцом сидит, плачет. А? Нет. Все. Пока жив. А? С элеватора упал. Прямо на сенокосилку. Нет, нет. Там все серьезно. Что? Нет. Думаю, выкарабкается. А Степка? Степка молодец. Степка у нас держится. Одно слово. Суворовец. Прямо, знаете, гордость берет. За такого сына. В смысле, отца берет гордость за такого. Нет, он не говорит. Это по глазам видно. Все. Будем держать вас в курсе. Да? Да. Все. Все, спасибо. Все. Придам. Да. Ага. Что? Давай. Гуляй, званина. На три рубля и выше. Пошли дальше. Товарищ майор. Что, Трофимов? Правда, что приедет целый автобус генерала. Трофимов, я вижу, у вас голова не тем занята. Вы что, все сделали? Никак нет. Ну так делайте. И запомните. Химию всех буду проверять лично. Нет такой буквы. Не понял, чего кроме А. Глазных больше нет, что ли? Не А. Трудный. Макаров, Шукамрин. Что у вас тут происходит? Ничего точно. А что должно происходить? Ну, подайте сюда. Это кто-то нас тут решил поместить. Или это новая химическая формула? Отставить смех. Разрешите? Товарищ майор. Там полковник Назрел, пару человек просит дополнительно. Для покраски забора. Отлично. Макаров, Шукамлин, на выход. Ну что, нам забор красить? Краска это химическое вещество. Так точно. Вот и отлично. Практическое занятие. Раз, и мы здесь. Мать, я на твоем месте бы сдачу пересчитал, тут обманят не заметят. Привет, Петрона. Иди ты со своим юмором, знаешь куда? Ходил, не берут. Думал, может, ты купишь. Ты что сюда пришел-то, ляса-то? Ой, Петрона, ты вообще ослепла. Ни черта не видишь. Да что мне видеть-то? О, смотри. Господи, это что ж сынок что ли твой? Ну не твой же, ну. Степка, а что же он вымахал-то так? Потому что есть кого? Гены. Видишь вот, гордость училища. Это не я сказал, это генерал сказал. Не скромничай, перестань вот сюда, встань. О, видишь, на побывку отпустили, так сказать, за заслуги. Ой, Степа, какой же ты молодец-то. Прям гордость для родителей. Да, да, это не то, что у некоторых, да, под забором самогон жрать. Так, ты сейчас на кого здесь намекаешь-то? Это ты знаешь, на кого я намекаю. Мой Костик самогонку не пьет. Ага, да, это ты моей козе в огороде расскажи. Он ей не пьет. Он ей ест, ага. Так ты что вообще сюда припёшься? Не припёшься, пришел. Хотел, думал, может, чего путевого в твоей халабуде к столу купить. Ты что у тебя тут ничего не купишь? Вот и Степки в городе. Вот это человеческие магазины. Иди отсюда. Да ладно, все, пойдем. Пойдем. Не вращай любви никого. Ты меня... Ого-го. Здорово, Голубков. Здорово, соседи. Опять воду из чужого колодца тырешь, а? А ты, я смотрю, только языком работаешь. А у меня сегодня праздник официальный. Вот так, да. На свадьбу уже Петрушиных начал отмечать, да? Ты дальше чужого колодца вообще ничего не вижу. Вот, смотри, что там жмешься? А ну, подойди сюда, Сталин. А, здал? Да никак. Степан, а я смотрю, что за военный-то с тобой стоит. Ну, здорово. Не подавай в руки. Он чужую воду тырит. Вот так. Ну, ты как, на побывку? Али как? Не отвечать? Или как? Вот. Вот, потому... О, на учениях лучше всех. Все мишени в дребезге. Вот так. А ты два ведра воды на завтра, я проверю. Это не твой колодец. У тебя свой колодец есть. Чего ты чужую воду тыришь? Что это за люди? Люди! Все сюда. Болевай давай. Или я проверю. Я сейчас к участковому. Лучше. Значит так. Сейчас переодеваемся и на стадион. Я надеюсь, все будет как в песне. Завтра будет лучше, чем вчера. Так, Трофимов? Так точно. Укладываемся в норму сейчас хорошо. Не укладываемся. Будем бегать до приезда комиссии. Вопросы есть? Товарищ прапорщик. Да. А как там дела у перепичек? Там пока все не так хорошо, но надежда есть. В раздевалку. Бегом! Где твои пятнадцать лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадет? Чтобы их не растоптали. Кто для этих юных плеч форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? Эту дурь из себя выбьют в первый же год. Здесь ждет новая жизнь. Вперед из песни нам не ныть, не тушить. Пока мы вместе все вшила юная кровь. Вино скипает за оградой любовь. Мелькнув, растает вновь, мы встретимся вновь. И пускай в твоих ушах бравые звучат команды, Но порой болит душа, как аппендицит и гланды. Непокорный материал, не свинец и не железо. Кто ее арестовал или, может быть, отрезал? Кто здесь хочет узнать ласки девичьих грез? Здесь нельзя показать никому своих слез. Здесь ждет новая жизнь. Вперед из песни нам не ныть, не тушить. Пока мы вместе вшила юная кровь. Вино скипает за оградой любовь. Мелькнув, растает вновь, мы встретимся вновь. Мелькнув, растает вновь. Батя, я завтра никуда не пойду. Что значит не пойду? Ну ты меня и так уже два дня, как слона по деревне водишь. Ну и что? Что, отцу погордиться нельзя? Пап, ну мне ехать надо, там учеба стоит. Стоять не лежит. Да, обидел ты меня. Ну ладно. Завтра у Петрушина к свадьбе отыграем и поедешь. Завтра жители придут. Рожковы. Ха, видите, сын у них самый крутой. В роде технический институт поступил. В роде технический. Ну и будет всю жизнь с паяльником в одном месте сидеть. А мы, суворовцы. Ну это вам ни канифоль нюхать. А мы, суворовцы, 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 суворовцы. Дежурный. Ну что там слышно? А что видно? Ты про автобус не забыл? Я почем знаю, какой у них автобус? Любой автобус, который подойдет к КПП, сразу докладывай. Причем тут 36-й? Сынок, ты что там делаешь, а? Дежуришь? А у меня такое ощущение, что ты там мозгами торгуешь. Запомни, генералы на 36-х автобусах не ездят. Фу, посмотри. Нас дрёв у аппарата. Какой полковник? Из министерства. Он что, один? Новиков, ну-ка, посмотри в окно. Там автобуса нет? А ты внимательно, внимательно посмотри. Понял? Понял. Буду, через 7 секунд буду. Чёрт, ты что? Чёрт. 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 Потом официальные мероприятия. А я решил к вам заскочить. У меня бывший комдив в ваше училище заканчивал. Много рассказывал, а тут такая оказия. Извините, я вас не сильно... Да что вы, о чем вы говорите, товарищ полковник. Прошу, проходите. Пожалуйста. Что ты лыбишься? Товарищ полковник, а как он приехал-то? Автобуса же так и не было. Как, как? На танке. Товарищ полковник! Ну, вот это у нас переход в учебный корпус. Внизу столовая. Столовая? Да, кстати, если хотите, можете пообедать. В общем-то, мы сегодня поздно завтракали. К тому же, у меня времени мало. Всего час, максимум полтора. Понятно. Ну, тогда пойдемте в учебный корпус. Но столовую все-таки хотелось бы посмотреть. Ну, это туда вот вниз по лестнице и как раз в столовую. Пойдемте. Вот. Да, уютно у вас здесь. О, навевает аппетит. Так, может, перекусите? Нет, спасибо. А по какому поводу праздник? В смысле праздник? Ну, я вижу, у вас такой банкет намечается. А, это у нас юбилей. Случайно не у генерала? Да нет. Офицер, воспитатель, майор Василюк. Ну что, молодцы. Молодцы. По-богатому. Да. Не бедно. Петровна. А? В смысле? В смысле отбой. Решите, товарищ генерал? Товарищ генерал, я по поводу Суворовца-Перепечка. Ну ладно, присаживайся. Да, спасибо. Ну что он там, звонил? Звонил. Ну, точнее, не он даже, а его дядя. Ну, а с отцом-то что? Непонятно. То ли он с элеватора свалился, а то ли под сенокосилку попал. Куда попал? Ну, я сам точно не понял. Дядя его, как ты говорил, неразборчиво, и потом слышимость была плохая. Так он сам-то хоть жив? Он говорит, что жив, но положение довольно тяжелое. Ну, будем, будем надеяться. Товарищ генерал, я тут подумал, ну, понятно, что родители у Перепечка люди небогатые, а ведь лекарства, сами сейчас понимаете, дорогие. Да и потом, не дай бог, еще и операция какая предстоит. Я прикинул, может нам, что называется, поработать с личным составом. Ну, обратиться к нашим офицерам, прапорщикам. Пусть помогут кто сколько может. Все-таки ты, Кантемеров, умный парень. Ну что ж, мысль хорошая. Ты вот что, ты вот как раз и пробежись по всем, а я в это время как раз материальную помощь оформленную выпишу. Сделаем, Леонид Вячеславович. Подожди, а как же мы это все передадим-то? Так давайте я сам съезжу, тут мне недалеко. Ну, ладно, действуй, потом доложишь. Вы что, идите дальше? Свободен. Есть. Прошу. А это, полковник, наша гордость. Современный, суперсовременный компьютерный класс. С подключением к интернету, с... Ну вот, Сергей Викторович, лучшего дает. Тут у нас 100-мегабитная компьютерная сеть. Выделенная линия. Достаточно мощные процессоры, хорошие видеокарты, много памяти. Компьютеры позволяют не только обучать, но и работать с УБД. Решать прикладные задачи АСУ. Какие задачи? АСУ. Автоматизированные системы управления. А, понятно. Так получается, что наши суворовцы родились в 20-м веке, учатся в 21-м, а технологии осваивают, можно сказать, 22-го века. В общем, руководство училища прекрасно понимает, что за компьютерными технологиями будущее цивилизации. Понятно. А вот потолок... Что потолок? Не мешало бы побелить. 15, 20, 21, 22, 23! Так, я предлагаю выпить. Да только ж выпили. Так, здесь не фонит. Ага. По полной, по полной, не вижу. По полной. Значит так, целуетесь вы знатно. Судя по всему, скоро будут дети. А дети в нашей жизни это главное. Вот хочу вам дать совет. В детей надо вкладывать. Это как фундамент, да? Как фундамент заложишь, вот то оно и прорастет. Как говорится, яблонька от яблоньки. Дашь, правильно? Да. Вот, например, наш Степка. Да, может, хватит, а? Так, дайте ей голубец, чтобы ей рот закрыть. А на чем я знаю? Да, да. Вот, Степка, а ну встань. Вставай, я говорю, вставай раз-два. Вот. Казалось бы, еще вчера. А сегодня вот будущий офицер, так сказать, элита. Это вам не свиньям хвосты крутить. Это и карьера, и деньги, и уважение, если хотите. Молодец, Степка, садись. Давайте, садь детей. Давайте. Садь детей. Давай. Ты долго будешь сыном учить, а? У тебя что, голубцы кончилище? Ты не дурок. Смотри, на расколах сидят. Умылись? Думали, что у них здесь сын самый важный. Ходили тут хозяева жизни. Знай наших. Пап. Чего? Можно я пойду? Нет, сиди. Не переодеться, в кифре жарко. Я сказал, сиди. Говорят, что я старуха, только мне не верится. Но какая же я старуха, все во мне шевелится. Полюбила летчика, думала, летает. Пришла к нему на аэродром, а он там подлетает. Добрый вечер. Здравствуйте. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Ну что там, а? Да ничего страшного, ну просто подскочил, давление. Пить надо меньше. Ну да, ну да. Я ему дал и лекарство, пусть отдохнет. Спасибо, доктор, до свидания. До свидания. Ну что, лепечка, что делать будем? Ивана, давай. Честное слово, я не знал. Я ехал, думал, действительно с отцом. Ну да, да. Ты ехал, думал, приехал. Кто мне звонил? Так, командир. Степка тут не виноват. Звонил я. Да заткнись ты, придурок. Сына извел, сам извелся. Товарищ офицер, Степка сразу хотел уехать. Этот его никуда не пускал. Ходил с ним по всей деревне, хвастался. Да хвастался, пень, да? Сейчас его выгонят и все, я тебе говорила. Ну хорошо. Перепечка, у тебя 10 минут на сборы. Товарищ офицер. Я прапорщик. Товарищ прапорщик, а что ему будет? Не знаю, это не мне решать. Товарищ прапорщик, извините. Просто Степка нам как брат родной. Не наказывайте его, пожалуйста. Поймите, это не от меня зависит. Мы понимаем, но у нас сегодня день такой. Может, вы с нами за столом посидите? Я бы с удовольствием, но у нас через 20 минут автобус. А мы вас завтра на машине, нам с утра в город. Ну неужели вы будете расстраивать невесту? Тем более, ей сейчас нельзя волноваться. Вот как? А что такое? Сына ждем. Ванька будет. Ванька. Ванька, говорите. Решите, товарищ генерал-майор. Прапорщик Кантемиров по вашему приказанию прибыл. Почему не зашел доложить? Ну почему за тобой все время посылать надо? Товарищ генерал, я как раз собирался. Долго собирался, присаживайся. Спасибо. Понятый какой-то. Товарищ генерал, я прям с дороги не успел себя в порядок привести. Ну как съездил, деньги передал? Никак нет. Почему? Ну понимаете, тут такое дело. В общем, они как бы не понадобились. Да, я не знаю. Ступай. Есть. Да, товарищ генерал, они не понадобились не в этом смысле. То есть я хочу сказать, что все оказалось не так серьезно и... Ну, отец уже поправляется. Ну, слава богу, слава богу. Слушай, а чего от тебя так разит? Товарищ генерал, ну, отмечили немножко это дело, но что, все благополучно закончилось. Ну, сами понимаете, деревня, трудно отказаться. Ты еще скажи, что тебе рот специально открыли и туда наливали. Ну, в общем-то, примерно так и было. Ну, значит так, возьми отгул, отоспись и чтоб до КПП ни с кем не разговаривал и рот не открывал. А почему, товарищ генерал? Чтобы суворовцы не унюхали твоего факела. Есть. Свободен. Есть. Да, товарищ генерал. Что еще? Леонид Вячеславович, как проверка прошла? Проверка прошла как-то... как-то незаметно. Где твои пятнадцать лет? Где мечты, что нам сияли? Что ты сделаешь, кадет, чтобы их не растоптали? Кто для этих юных плеч форму выбрал, чтоб одеться? Где твой деревянный меч? Где ты прячешь свое детство? Кто сказал из ребят, что здесь жизнь словно мед? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ